Да, сегодня у нас на обзоре iPhone 13, очень хороший новый смартфон с современной камерой. Конечно же я пошутил, ребята, iPhone 13 еще не вышел. В этом выпуске вы узнаете, чем будет отличаться iPhone 13, стоит ли сейчас покупать iPhone 12 или все-таки стоит подождать выхода iPhone 13. Вы узнаете изменения в iPhone 13 и будет ли он вообще чем-то отличаться от iPhone 12. Поэтому, ребята, досматривайте до конца, а также вас попрошу поставить лайк и подписку, потому что видео будет очень интересным. Так, ну что, мы убираем тогда наш новенький iPhone, он подождет своего звездного часа. Мы разыграем этот iPhone специально для вас. Розыгрыш состоится в комментариях, поэтому пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу этого видео, но мы погнали дальше. Итак, что я могу сказать вам по поводу iPhone 12? У iPhone 12 сейчас очень хорошие продажи. Если вы думаете, что когда выйдет iPhone 13, то iPhone 12 сразу же упадет в цене, то это скорее небольшое заблуждение. Скорее всего, iPhone 12 полностью уйдет с рынка, так как Apple анонсировала, что при выходе iPhone 13 они полностью отказываются от продаж iPhone 12. Вообще, если посмотреть iPhone 13, то он очень сильно похож на iPhone 12. Покупая, например, iPhone 13 Pro, мы получаем то же самое, что iPhone 12 Pro, только с измененной камерой, небольшим изменением в дисплее и небольшим изменением в дизайне. То есть, получается, вчера вы могли купить iPhone 12 Pro, а сегодня за эти же деньги вы можете купить iPhone 13 Pro. Так что же нового появилось в iPhone 13? Давайте узнаем основные изменения iPhone 13. А что там у нас по iPhone, господа? Сейчас посмотрим. iPhone 12 будет немного толще, чем iPhone 13. Высота и ширина останется без изменений. Толщина увеличивается на 0,26 дюйма. За счет этого батареи станут немного больше, что, скорее всего, скажется на сроки зарядки. То есть, его будет хватать немного дольше, чем iPhone 12. Также Apple сделал плоские боковые грани, похожие на iPhone 12. Также появилась информация, что Apple ищет способы сделать заднюю спинку iPhone более удобной для захвата. Так называемая матовая спинка, которую будет удобнее держать. Появятся четыре устройства с тремя разными размерами экрана. iPhone 21 года с экраном 5,4 дюйма OLED. iPhone 21 года с экраном 5,4 дюйма OLED-дисплей. Две модели iPhone 13 с экраном 6,1 дюйма OLED-дисплеем. Две модели iPhone 13 с экраном 6,1 дюйма OLED-дисплеем. Одна модель этого года с экраном 6,7 дюйма с OLED-дисплеем. Также появилась технология ProMotion 120 Гц. Сейчас я расскажу, в чем суть этой технологии. Скорее всего, эта опция будет исполнена только в новых айфонах, типа 13 Pro Max, 13 Pro. С помощью этой опции мы сможем настраивать частоту обновления экрана с 1 Гц до 120 Гц. Сделано это для того, чтобы мы могли экономить зарядку аккумулятора. Если нам, например, не нужно в данный момент хорошее качество картинки, то мы можем уменьшить частоту обновления экрана, тем самым сохранив аккумулятор телефона. Также из изменений в айфоне 13 будет добавлен постоянно горящий дисплей для постоянного отображения времени. Ну как вот, например, в этих часах. Также из изменений будет уменьшена верхняя челка камеры. То есть теперь монобровь у телефона станет меньше. Также Apple обещает улучшить нахождение геопозиции телефона. Что позволит быстрее находить телефон, если, например, вы отдали его ребенку и хотите узнать, где ваш ребенок. Также iPhone 13 поменял местоположение камер. Теперь камеры стали в другом порядке. Плюс iPhone 13 поменял местоположение микрофона. Поменял местоположение кнопок. Поэтому чехлы от iPhone 12 теперь уже не подойдут к iPhone 13. Придется покупать новые чехлы. Да, придется еще разориться на чехлы. Также, как анонсировала Apple, камера станет еще более лучшей. И качество видео, которое снимает iPhone 13, станет еще более лучшим. Apple вовсю разрабатывает видео с функцией портретной съемки. То есть раньше эта возможность была отображена только на фото, теперь это станет возможно на видео. Я считаю, это очень хорошая и интересная опция для блогеров, которые снимают видео в разных местах или дома. Вот, например, как я сейчас перед вами. Также Apple анонсировала продвинутые фильтры, благодаря которым картинку можно будет делать более кинематографичной, более красивой. Это опять же очень важно для блогеров, которые снимают, например, TikTok или у которых есть свой канал. Поэтому здесь iPhone 13 тоже однозначный плюс. Также может появиться более быстрая зарядка, которой и так не хватало в iPhone. Ведь уже все конкуренты сделали более быструю зарядку и только в iPhone до сих пор нет этой функции. Вот теперь iPhone 13 говорит, что возможно сделает более быструю зарядку, для того, чтобы заряжать наши телефончики еще быстрее. И какой же вывод, что вообще случится на рынке, когда выйдет iPhone 13? Точно останется 11 iPhone, так как он очень хорошо зашел людям, как такой хороший середнячок. А вот iPhone 12 явно уйдет с рынка, потому что iPhone 13 это почти что копия iPhone 12 только в новой комплектации, как я уже и говорил вам. Если вы хотите купить сейчас iPhone, то обязательно подождите выхода iPhone 13, так как с выходом новых моделей, обычно старые модели всегда дешевеют. И вы сможете сэкономить здесь. Конечно не факт, что цены упадут в два раза, так как iPhone 12 сейчас очень хорошо продается. И на складах его не залежалось большого количества. Но возможно, когда выйдет iPhone 13, например на Авито, многие начнут скидывать свои старые телефоны. Ведь много девушек хотят постоянно иметь новый, последний телефон. И они продают соответственно свои старые телефоны. Ну и так как iPhone 13 будет практически то же самое, как iPhone 13, только в обновленном дизайне, то скорее всего цены на iPhone 12 значительно упадут. Поэтому подождите 2-3 недели, если вы сейчас планируете покупать себе новый iPhone. Вот такие выводы, ребята. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я для вас старался. Пожалуйста и вы поставьте лайк, и сделайте подписку на канал, потому что дальше я буду еще делать много интересного. Спасибо, ребята. Пока-пока.